Будешь следить за Плофт? Какой? За Динамо Санкт-Петербург Кто победит? Ну не говори только Динамо Если не Динамо Звезда может Звезда может Но если не заберут Если не заберут А и наоборот спустят Привет! Сегодня начинается плей-офф В ХЛ. Турнир в котором Непонятно ничего В КХЛ мы практически уверены В том кто сыграет в финале В МХЛ вообще победитель известен А в высшей лиге мы не можем Прогнозировать даже то кто выйдет во второй Раунд. Сейчас все Пары выглядят ровными. Даже Звезда Торпеда и Рубин Дизель Прикольно и то что Клубы сыграют 4 матча За 6 дней То есть тут на первое место Выходит характер Кто не играл в ВХЛ тот не хоккеист Металург из Магнитогорска Вышел в плей-офф И Илья Воробьев может немного Расслабиться. Многим почему-то Кажется что если Воробьев давно Работает в клубе А Яндыча уволили в начале сезона То уж к февралю специалист Просто обязан был все изменить Но ошибки допущенные Потерявшим связь с реальностью Геннадием Величкиным были глобальными И исправить их в рамках одного сезона Никак нельзя Какие-то фундаментальные просчеты Случились еще глубоким летом Когда подготовка к сезону была опущена На самотек. Как Воробьев Или любой другой тренер мог это Исправить. Единственный вариант Попросить КХЛ остановить чемпионат Чтобы команда как следует подготовилась Не забывайте Что формированием состава занимался Как раз Величкин и селекцию он провалил Спустив миллионы на имена Но не создав команду От Металурга в плей-офф Ничего не ждут и в этом сила магнитогорцев В первом раунде они Сыграют либо с Авангардом, либо с Борисом И по-хорошему им бы встретиться С Астаной, чтобы шансы на выход Во второй раунд были большими Федерация хоккея Москвы Потеряла президента Арестован Сергей Менделеев Бывший владелец Спартака Помните его банк рухнул А хоккеистам прекратили платить зарплату Так вот рухнул банк Не просто так Со следственными органами Теперь будут общаться И Андрей Коваленко Глава профсоюза должен объяснить Куда он делал деньги Профсоюз игроков КХЛ К которым руководит Андрей Коваленко Это самая бесполезная контора Которая вообще не делала Ровным счетом ничего А только собирала с хоккеистов деньги За все время Коваленко научился Приписывать себе заслуги К которым не имел ровным счетом Никакого отношения Например, постоянно гордился тем Что где-то якобы Выбил зарплату для хоккеистов Но практически во всех ситуациях Он не имел ровным счетом никакого влияния А проблема с неполтежами Решилась только когда Лига стала всерьез заниматься вопросом Коваленко привел в КХЛ Медведев и даже включил Абсолютно незаконный пункт в регламент Согласно которому играть в турнире Могли лишь члены профсоюза Только из-за этого хоккеисты стали Перечислять процент со своего контракта Но когда некоторые одумались И прекратили это делать То КХЛ им ничего не сделало Права игроков как нарушались Так и продолжают нарушаться Но теперь на профсоюз подали заявление в прокуратуру Ведь Коваленко слишком много обещал Но ничего не выполнил А деньги ему отдали серьезные Будет интересно узнать На что спущено почти 100 миллионов рублей Которые ему просто так отдали Игорь Шестеркин опять победил с Рейнджерс У него уже 6 побед подряд А Магнус Хельберт Который вытеснил его из состава СКА Никому за океаном не нужен И последнее Вчера поздно вечером Курьезный случай произошел с Ильей Сорокиным Инсайдер Даррен Дрэгер Сначала отправил его в Чикаго Объявив, что вратаря обменяли из Айлендерс Но уже через несколько минут Он сообщил, что ошибся И сделки не будет Сорокин выглядит молодцом Не пропустил ни одной шайбы За два клуба в НХЛ А потом вернулся туда, где его воспитали Уважение таким хоккеистам До свидания Что думаешь о том моменте Когда сейчас много видео Тренер бьет детей У тебя же тоже сын, да? Ты имеешь ввиду про детский спорт? Да Ну я думаю, это непозволительно Можно покричать, можно что-то сказать Слушай, ну тебя били ведь Меня бил, но не тренер Меня папа бил по клюшке По попе, клюшке, но не так по голове И никто меня не таскал Но это я считаю непозволительно Детский тренер разве никогда такого не позволял себе? Мне нет, меня тоже не били Ну и что у тебя получилось? Ну вот я и говорю Почаще по голове били его Может получше что-то было бы Кучерова же с Гусевым били И вот где они Там и здесь же Там и есть у меня Ну а ты бы забрал своего ребенка из этой секции? Наверное, даже не отдал бы в эту секцию Нет, нет, ну ты вот узнал Нет, ну конечно это непозволительно Но я думаю, что родители должны были пойти и поговорить По-нормальному Не выносить это все А просто прийти и сказать, что так нельзя делать Это непозволительно Беда в том, что некоторые родители считают, что это нормально и полезно для ребенка бить Ну знаешь, для них это нормально Для меня нет Ты бы так делал, не делал Я бы за своего-то убил бы Вот Клюшку могу тебе дать Ты пойдешь, убьешь клюшку для тебя Ну так нельзя Это... Что это такое? Неправильно Ну на самом деле Ну я считаю, что нет, конечно Дети не должны в страхе воспитываться Ну там же дело не в страхе Ну дисциплина, нет? Ну какая дисциплина? Когда тебя возят по льду перед другими ребятами Блин, может у него травмом будет на всю жизнь Он придет домой и скажет Я больше не пойду на этот хоккей Зачем мне нужен? С улыбки должен идти А он идет, будет бояться тренера, когда что он что-то не так сделал Жалко вас Хартли не бьет? Не, бывает